Добрый день! Здравствуйте, уважаемые дагестанцы и гости нашей республики в прямом эфире на телеканале РГВК Дагестан. Программа «Мой малыш» – программа о самом главном и дорогом, что есть у нас с вами в жизни – это здоровье наших детей. Итак, сегодняшняя тема звучит следующим образом – профилактика эндокринологических заболеваний у детей. Эту тему любезно согласилась провести детский эндокринолог Шубаева София Григорьевна. Добрый день! Мы в очередной раз рады видеть вас в нашей студии. Ну и, собственно говоря, первый вопрос. Вы знаете, трудно переоценить значение, трудно переоценить заболевания эндокринологические для Дагестана, актуальность этой тематики. И тем не менее, мы готовы выслушать еще раз ваши аргументы в пользу того, что именно этим заболеваниям необходимо уделять первостепенное значение. Вы начнете отвечать сразу после того, как я назову телефон прямого эфира. Мы работаем в прямом живом эфире 694476. Пожалуйста, звоните, дорогие мамочки. Я знаю, что вас интересуют вопросы с витамином D, вопросы другого порядка эндокринологические. Поэтому звоните, задавайте свой вопрос. Итак, пожалуйста, ваши аргументы. Прошу вас. Да, ну еще раз всем здравствуйте. Очень приятно, что нас смотрят мамочки. Это очень важно. Самое главное, что хочу сказать, что наш регион действительно эндемичен. Эндемичен – это значит, в нем чаще, чем в других любых регионах Российской Федерации, встречается ряд болезней эндокринологических. Одно из них – это заболевание щитовидной железы, а именно эндемический йод-дефицитный зоб. С чем это связано? Это связано с тем, что на самом деле в нашей воде, почве и окружающей среде очень мало йода. Ну мало и мало, можете вы мне сказать, ну и бог с ним. К сожалению, нет. Йод – очень важный микроэлемент, который необходим детям в первую очередь. Он, естественно, необходим взрослым, но детям, особенно в период внутриутробной закладки нервной трубки, в период рождения и так далее, необходим для формирования гормонов щитовидной железы. А вот они влияют на IQ, то есть память, мыслительную и когнитивную функцию наших детей, да и нас всех вместе с вами. Потому что если мало йода в почве, в воде, уменьшается синтез гормонов щитовидной железы, и, к сожалению, кретинизм, снижение IQ, плохая память, плохая запоминаемость – это все то, с чем мы встречаемся, работаем и видим таких людей каждый день. Очень часто мамочки, я забегая вперед все-таки скажу, приходят на прием и говорят, послушайте, мой ребенок плохо учится в школе. Он просто не может запомнить то, что ему говорят. То есть вот проговаривая ему два, три, пять раз одно и то же, помнишь, да, вышел из комнаты, забыл. С чем это может быть связано? Это может быть связано именно с тем, что у него проблемы с йодом, проблемы с гормонами щитовидной железы. Поэтому очень важно и в нашем регионе зоб, проблема с щитовидкой, проблема с синтезом гормонов – это сказывается именно на умственных функциях и детей, и будущих взрослых, потому что, соответственно, они вырастают в нас с вами. Поэтому очень важно за этим следить. Следующий переходим. Ожирение. Ой, ну это бич. Это бич не только нашей республики, но и всего мира в целом. Если мы раньше, вспомните, говорили, американцы, самая толстая нация, вот это вот все. К сожалению, уже давным-давно американцы не самая толстая нация. Они взялись за свое здоровье на законодательном уровне. До нас, надеюсь, это очень скоро дойдет. Не думаю, в ближайшее время ожирение – это большая проблема. Связана она с тем, что еда стала доступной, дешевой, и еда быстрого питания, калорийная. Мы все так радовались, когда у нас в регионе открылся KFC. Я, как эндокринолог, печалилась очень долго, потому что, посмотрите, забито это кафе. Что там подают? Жареная картошка, пустые калории, эти крылья в ореховой корочке с кучей соуса. То есть маленькая порция еды, большое количество калорий. Малоподвижный образ жизни. Наши дети сейчас не отлипают от гаджетов. Вспомните нас с вами. Двор, улица, мяч, прыгалка, скакалка. Где эти дети? Где классики, которые были нарисованы у нас во дворах? Всего этого нет. Дети сидят за компьютерами, за планшетами, в школах, едят, едят, поправляются. Фастфуды едят. Фастфуды. Плюс еще, ну, у нас в Дагестане такие некие пищевые привычки в виде хинкала. У нас вообще пища очень калорийная. Но если раньше люди жили в горах, они там брали хинкал, сыр, хлеб, калмык, чай, и шли там пасти овец, то сейчас мы едим такую же калорийную пищу, но при этом сидим и не двигаемся. Мы набираем вес. Ну, набираем и набираем, вы мне можете сказать. Чем это пагубно? Тем, что если ребенок в детстве набирает вес, то это сказывается на его, ну, во-первых, если это мальчик половой функции, у девочек точно так же на фертильные функции, это будут проблемы с зачатием, с беременностью и уйма проблем с сердечно-сосудистой патологией. Это очень важно, за этим надо следить. Очень коротко. Задержка роста. Ой, это вообще очень близко нашему региону в связи с тем, что у нас много близкородственных браков. И вообще, в целом, у нас население невысокое по сравнению с средней полосой России. Поэтому задержка роста для нас очень актуальна. Еще почему актуальна? Потому что наши мальчики практически все ходят на борьбу. Этот вид спорта, ввиду того, что там тягаются веса, поднимается очень большая, да, как бы мальчики, как бы друг с другом борются, это также влияет на кости. Поэтому обратите внимание на своих деток. Если вы видите, что он самый низкий в классе, если он как бы не набирает определенный рост, мы об этом поговорим чуть позже, вовремя обратитесь к эндокринологу. Сейчас есть ключи, пути выхода, гормон роста. То есть сейчас есть все, чтобы вырастить как бы ребенка и помочь ему. Ну, а главное это волейбол, баскетбол, что-нибудь прыгать, да? Все верно. Те виды спорта, которые помогают поднимать. И еще одна патология – диабет. Сахарный диабет, к сожалению моему, молодеет. Есть несколько типов диабета. Есть второй тип, которым болеют взрослые, с ожирением. Да, это тоже обидно, но очень часто ко мне стали обращаться на прием пациенты с впервые выявленным диабетом. Вот, ну, не специально, буквально позавчера пришел мальчик восьми лет с мамой, резко похудел, просто вялый, слабый, апатичный, пьет много воды. И это сахарный диабет. Сахарный диабет, который, к сожалению, у детей лечится только инсулином, им противопоказаны препараты. Ну и поэтому необходимо как бы следить за ребенком. Если у вас есть наследственность, если есть в роду больные диабетом, то все-таки обратите внимание на своего ребенка. Сахарный диабет также повально возрастает в количестве в нашем регионе. Продолжаем нашу программу. Говорим сегодня об эндокринологических заболеваниях у детей. Работаем в прямом эфире 694476. Пожалуйста, звоните, задавайте свои вопросы. Ну и переходим уже к симптомам. Скажите, пожалуйста, каковы симптомы эндокринологических заболеваний у детей с рождения до года? То есть мы будем дифференцировать. И потом мы с вами готовились к программе, вы сказали, да, в общем-то это и все специалисты подтверждают, что именно в эндокринологии очень важно как можно быстрее выявить. Потому что все заболевания имеют свои степени, имеют свою динамику, причем очень быструю динамику в развитии. И главное в самом начале, в зачатии остановить, помочь и вылечить ребенка. Пожалуйста, симптомы от рождения до одного года. Итак, мы поговорим с вами о четырех основных заболеваниях, о которых я уже упомянула. Это диффузный зоб, гипотиреоз, это проблемы с сахарным диабетом, это проблемы с ростом, это проблемы с, значит, с ожирением. С ожирением. Итак, эндокринологические заболевания очень важны. Государство о нас заботится. Поэтому в роддоме у вашего ребенка берут кровь, вне зависимости, хотите вы этого или нет, на пять заболеваний, два из которых эндокринологических. И вот одно наше важное – это гипотиреоз, проблема с гормонами щитовидной железы. В целом, когда ребенок рождается, вы, значит, уходите домой, и анализы крови идут к вашему педиатру. Если там есть какие-то проблемы, вас обязательно вызывают. И как это проявляется? Если у ребенка, не дай Господь, есть гипотиреоз, ребенок все время спит. То есть мы сейчас говорим о грудных детях. Он все время спит, он практически не ест, но при этом он пухлик, он круглолицый, он в весе, могут случиться запоры, и плач очень такой хриплый, незвонкий. То есть он не разрывается, как вот детки плачут громко, звонко. У него нет на это сил, потому что гормоны щитовидной железы, они отвечают за обмен веществ. И когда их нет, все замедлено, все очень долго. И ребенок, очень многие родители радуются. Потому что мой ребенок такой спокойный, спит, спит, даже не ест. Вот это повод задуматься и спросить у своего врача, не получили ли вы скрининг из роддома, все ли хорошо с щитовидной железой у моего ребенка. Второе заболевание – это сахарный диабет. К сожалению, активно проявляться он не будет. Но вы заметите, что ребенок будет постоянно плакать и просить воду, и также очень много писать. То есть памперс будет очень полный. Если мы сейчас говорим о детишках полгода, там, значит, около года, то ребенок станет вдруг вялый. То есть он был активный, он веселый, как бывает, детки, встал, пошел, кричит. Тут он лежит, ему ничего не хочется, не хочется не есть, но он много пьет и много писит. Ну, ожирение все-таки в таком маленьком возрасте, мы все-таки это называем как бы гипертрофиями, мы за ними следим. Бывает, когда детки на грудном вскармливании, все-таки перевес, тоже повод обратиться к врачу и дообследовать ребенка. Ну, а рост все-таки до года мы просто наблюдаем. То есть, ну, как бы вот он высокий или маленький, то есть это мы, ну, вот как бы наблюдаем, и поэтому основной критичный возраст для проблем с ростом, чтобы их выявить, это где-то от 2-2,5 лет. И вот тогда стоит обратить внимание, какой он в коллективе, среди сверстников, высокий ли, низкий. И вот это повод обратиться к антокринаме. А какая симптоматика с года до трех? Да, с года до трех плюс-минус то же самое. То же самое. Щитовидная железа, если она большая, она увеличена, ребенок об этом не говорит. Но вы заметите, что когда вы его кормите, или он что-то пьет, он начинает кашлять, поперхиваться. То есть он вам не будет говорить, что мне что-то мешает, потому что он в целом это не осознает. То есть ребенок живет, ему кажется, что это все норма, он должен так жить. Но он будет поперхиваться, он будет кашлять. Если проблемы с ростом, вы это заметите, он отстает, если сахарный диабет так же. Усталость, вялость. Вот как ни странно, ребенок вдруг из активного превращается в апатичного, вялого, слабого и лежащего ребенка. Ну, рост, видите. Продолжаем нашу программу. Следующий возраст вы, эндокринологи, называете критическим в эндокринологии. Это 3,7. В 3 года идем в садик, в 7 идем в школу, в первый класс. Пожалуйста, здесь на что необходимо обратить внимание? Да, очень важно. И еще раз, у нас есть определенные временные промежутки, когда мы должны посещать врачей. В целом, это как бы календарь, как у педиатров есть календарь прививок, так же есть календарь профосмотра. Все верно, значит, мамочка в месяц идет с ребенком. Потом она в годик идет с ребенком, о симптомах мы поговорили. Далее ребенок идет в сад, он обследуется у всех врачей, в том числе у эндокринолога, с профилактическим проведением УЗИ щитовидной железы при необходимости, если поликлинический врач что-то видит и решает, что это нужно. К школе в обязательном порядке. Даже если вы не посещаете эндокринолога, то в план обязательных обследований входит УЗИ щитовидной железы. Если там есть проблемы, это выявится. Рост ребенка, вас измерит педиатр, если ему не понравится, вы пойдете к эндокринологу, дообследуетесь на дефицит гормона роста. Избыточный вес в 7 лет мы уже прекрасно видим, это надо будет дообследовать. Ну и, значит, проблемы с сахаром мы также там увидим, потому что там берется кровь на анализы. Следующий критичный возраст после школьного – это пубертатный период. Время, когда мальчик превратится в мужчину, девочка превратится в девушку, так скажем. Поэтому этот возраст также важен, я хочу оговорить, потому что такая немножко щекотливая тема. Вот мы там поговорили о много чем, а вот эндокринологи также отвечают и за половую функцию. И вот при рождении мальчиков обратите внимание на его мошонку. Ну, простите, я вынуждена сказать, это в эфире, то есть яички должны быть опущены. И вот в критичные возраста, в год, в 3 и 7, у вас обязательное посещение как эндокринолога, так и хирурга, возможно, андролога, мужского врача. Потому что сейчас очень много проблем с гипогонодизмами, со снижением функции тестостерона в возрасте. И это будет проявляться и задержками роста, и задержками психоэмоционального развития. А в нашей республике это примерно какой возраст? С 12 или с 13? А вообще мы в мировой практике говорим, что половое созревание может начаться после 8 лет у девочек, после 9 лет у мальчиков. Да, естественно, у нас все чуть сдвинуто в возрастном промежутке, поэтому это где-то период с 10 лет у девочек, 11-12 лет у мальчиков. Но по поводу полового созревания, осмотра, это все должно происходить в 7-летнем возрасте. В возрасте, когда вы идете в школу, вы обязательно посещаете эндокринолога, и эндокринолог осмотрит первичные признаки полового созревания. Это очень важно. И вот у мальчиков с 3 лет, то есть вот там их критичный возраст, когда мы определяем, есть ли проблемы в половой сфере или нет. Это очень важно. Очень хорошо, София Григорьевна, мы идем по эфиру, все понятно, просто и последовательно. Ну и самое время поговорить о лечении. Точнее говоря, какие ошибки чаще всего, к сожалению, допускают наши мамочки именно в процессе лечения. Пожалуйста. В процессе лечения основная ошибка всех родителей – это заниматься самолечением. Вот я просто всех от этого хочу предостеречь и попросить этого не делать. Сейчас, к сожалению, очень развита превентивная медицина. Хочу об этом сказать. Просто не могу я тоже не сказать. На прошлой передаче гость была, главный педиатр нашей республики, рассказывала о ситуации, когда буквально кое-как с трудом спасли ребенку жизнь. А что было? Просто один из родственников был врачом. Врачом совершенно из другой области. И он пытался лечить ребенка болезнью, в которой, в принципе, он как бы мало что знает. Но он это делал, он лечил, они потратили на это время, и в результате ребенка приходилось спасать, спасать жизнь. Но слава богу, получилось, спасли. Все верно. Вот это вот такой знаменитый хэштег, как в интернете, я же врач. Вот, к сожалению, да, это работает. И у каждого врача своя специфика. Да, мы все учились в общем медицинском институте, но у нас есть свое профессиональный такой как бы коридор узконаправленный, в котором мы видим лучше, чем остальные врачи. Поэтому очень важно, мамочки, не занимайтесь самолечением. Не занимайтесь лечением развившейся болезни БАДами, биологически активными добавками к пище. Я прям это хочу вот очень жестко до всех донести. Сейчас мода. Мода пить витамины. Это мода, по-другому не назовешь. Действительно, у нас есть моменты, когда нам нужны микроэлементы, когда нам нужна железо, витамин Д, там витамин В12, фолиевая кислота, уйма витаминов, кальций, магний. Но это все назначит врач, а не какой-нибудь сосед, еще кто-нибудь в магазине, который вам посоветует взять чудо-баночки за сумасшедшие деньги. Или интернет. Или интернет, что еще хуже. То есть, пожалуйста, прежде чем начать давать витамины ребенку, да даже взрослому, да даже пожилому человеку, удосужьтесь прийти к доктору и элементарно сдать кровь на данные микроэлементы. Сейчас пришло время, когда у нас зачастую есть избыток витаминов. Очень часто на приеме приходят детки с витамином Д100. Просто, кто не знает, норма от 30 и до 70. 100, 112, 120. Ну, вот у меня был последний случай, почти 180 было у трехлетнего ребенка. Все потому, что им давались витамины с этого знаменитого, значит, американского сайта в сумасшедшей дозировке, когда я спросила, кто это сделал. Мы с превентивным врачом, вообще-то как бы не врачом, а биологом, подбирали витамины. То есть, ну зачем, не делайте такие вещи. Поэтому не занимайтесь самолечением. Какие симптомы? Итак, ребенок в любом возрасте, он должен быть активный, веселый, бодрый. То есть, он не должен сидеть на месте, как мы там привыкли, сиди или же. Нет. Если вы замечаете, что он стал вялый, усталый, апатичный, повод обратиться к врачу, элементарно к педиатру, он уже осмотрев перенаправит к узкому специалисту. Что касаемо щитовидной железы. Ребеночек поперхивается, кашляет и делает вот любимое часто, вот такое как бы горловое откашливание, то есть, что-то ему мешает. Сходите к эндокринологу, проверьте щитовидную железу. Вы видите, что ваш ребенок переедает, мало двигается, он набирает вес. Обратитесь к эндокринологу. Особенно у мальчиков это сильно влияет на половое созревание, задерживая его. Вы видите, что ребенок отстает в росте от сверстников, элементарно в своей же школе. Не запускайте. Обратитесь к эндокринологу, обратитесь к педиатру. Вот это основные симптомы. Если вы что-то увидели, что не соответствует или вам не нравится, обратитесь к врачу, то есть не занимайтесь самолечением. Вот это основное, что хочу сказать. А ваши рекомендации по йоду и витамину D, пожалуйста. Да. Очень много спрашивают, как правильно, что необходимо принимать, в какой дозировке, пожалуйста. Очень важно. Мы живем в регионе йод-дефицита. Поэтому если вы дома будете использовать элементарно йодированную соль, это так называемая массовая профилактика. В свое время, в Советском Союзе, когда мы еще жили в том Советском Союзе, к нам в регион не завозилась никакая соль, кроме йодированной. И на тот момент у нас были самые лучшие статистические данные, потому что мы практически преодолели йодный дефицит, и у нас было гораздо меньше зобов. То есть, ну, как бы зоба, да, то есть эндемического, то есть увеличение щитовидной железы, связанного с дефицитом йода. Поэтому если вы элементарно дома будете использовать йодированную соль, это прекрасная степень профилактики. Включайте в рацион морепродукты. Это очень важно. Дети их, может быть, не всегда любят есть, но где-то можно придумать рыбные котлетки, что-то такое. То есть это очень важно. По поводу препаратов, да, действительно, существуют профилактические дозы йодидокалия или йодмарина или йодбаланса, но все-таки их лучше обсудить с педиатром либо эндокринологом. То есть по дозировкам лучше с врачом. А так йодированная соль и продукты питания. Что касается продуктов питания, пожалуйста, здесь поподробнее, потому что их действительно большое множество, огромное разнообразие. Продукты питания везут со всего мира. Вот здесь, пожалуйста, что полезно? А что полезно? А что, может быть, действительно вы не рекомендуете? Ну, как бы оговорюсь, что по сути, например, в тех продуктах, которые выращены у нас в регионе, да, они экологически чистые. Но помните, я говорила, что мы живем в йод-дефицитном регионе, то есть в нашей почве, в воде. И, соответственно, всего, что растет из нашей почвы, йода будет мало. Поэтому не могу рекомендовать какую-то группу продуктов, в которой будет содержаться йод из тех, что растут в нашем регионе. Еще очень важно. У нас есть Каспийское море. И мы все привыкли, что оно море. Мы ходим дышать. И вроде как у моря там должен быть йод. Но не забываем, что наше море не море, а большое озеро. Мы не сообщаемся с океанами. Поэтому-то вроде бы мы живем у моря, но у нас как бы йод-дефицитный регион. Из продуктов мы выбираем морскую капусту. Ее можно добавлять в пищу. Она такая чуть подсоленая бывает. Из привезенных это фейхоа. В Киеве считается, что есть йод. Ну и в морских продуктах, в рыбах, в лососевых, но только тех, которые привезены из океана, из океанической рыбы. В океане есть йод. И в целом люди, которые живут у океанов, не страдают йод-дефицитными заболеваниями. Поэтому, ну, если можете так питаться, я вас поздравляю. Вы очень маленький процент людей в нашем регионе. Кстати говоря, в тех странах, в которых, да, в которых как бы очень хорошо со здоровьем, развитых странах, там 28 килограммов рыбопродуктов, значит, получает каждый человек. У нас эта цифра значительно меньше. Ну, говорят, что 22 килограмма рыбы, значит, потребляет человек. Ну, в это тоже нужно поверить. Но в любом случае нужно как можно больше давать рыбы, рыбопродуктов, рыбы детям. Это сказывается и на мозговой деятельности, ну, в принципе, наши граждане это знают. София Григорьевна, осталось две минуты, они полностью ваши. Пожалуйста, профилактика, физические упражнения. Прошу вас. Так, очень прошу следить за здоровьем ваших детей. Итак, физические нагрузки важны. Но не забываем, что так как наш регион и наши папочки любят отправлять наших детей на спортивные какие-то мероприятия, то есть спорт и здоровье, это такие вещи немножко разные. Вы должны понимать, что профессиональный спорт – это не здоровье. Поэтому физическая нагрузка в виде гимнастики, танцев, легких видов спорта, волейбол, баскетбол, плавание – отлично, супер. Прекрасно знаем, что сейчас очень тяжелая школьная программа. Наши дети сидят в школе по 6-7 уроков, это пятидневка. Приходят, сидят, делают эти уроки. Находите время. Через день они должны посещать спортивные секции в виде оздоровления, чтобы укреплять мышечный каркас. Все наши дети ходят сгорбленные. У них и рюкзаки. То есть мышцы спины у них не развиты. То есть для этого как бы нужна гимнастика, волейбол, футбол, бассейн. Что-то легкое. Плюс не забывайте о здоровом питании. Пища должна быть разнообразная. Любят дети макароны, картошку, чипсы там и пюре. Включайте в рационы. Бульоны, супы, то есть белок должен быть, яйца, фрукты, овощи. Обязательно профилактика – это йодированная соль, витамины, микроэлементы только по назначению врача. Спасибо. Спасибо большое. Время нашей программы подошло к концу. И, пожалуйста, мамочки, мамочки – это основная аудитория нашей программы. Пожалуйста, помните, что именно на вас, на ваших хрупких плечах здоровье ваших детей. Поскольку мы, мужчины, мы думаем о карьере, мы думаем о том, чтобы наши сыновья стали чемпионами. Вот это для нас главное. Ну уж, раз можно разграничить полномочия, давайте это сделаем достаточно гармонично. Мы, мужчины, будем думать о карьере. Ну а вы, пожалуйста, думайте о здоровье. И вот все то, о чем сказала София Григорьевна, применяйте. Обязательно, обязательно интересуйтесь, есть ли на спортивной секции спортивный врач. Он должен быть. А если его нет, то периодически надо ребенка… Водить на профилактический осмотр. Водить на профилактический осмотр в поликлинику. Да, нужно все это держать. Тренер зачастую тоже на стороне отца. Тренер тоже хочет результатов. Тренер тоже хочет видеть чемпиона. Поэтому, мамы, все зависит от вас. Но вы сильные, и у вас все получится. Спасибо большое, София Григорьевна. Уважаемые телезрители, сегодня в нашей программе была Шубаева София Григорьевна, эндокринолог. Спасибо, увидимся на следующей неделе. Ну а на сегодня это все. Берегите себя, свою семью, свой семейный очаг. Будьте счастливы и здоровы. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok